Я верю, что женщина – чудо земное, какого нам в личном пути не сыскать. Если женщина – слово святое, то трижды священная – женщина-мать. Последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. И этот праздник существует практически в каждой стране. Да и как иначе? Ведь наши мамы – это начало всех началов. Человек, который всегда рядом с тобой. Самые преданные и верные наши друзья. И, конечно же, сегодня в нашей программе в адрес наших дорогих мамочек прозвучат слова поздравления, стихи в их честь. Но сначала мы поговорим с нашим гостем, которого я с удовольствием представляю. Это министр труда и социального развития Карачаево-Черкесии Динара Кабурзева. Динара Магомедовна, здравствуйте. Здравствуйте. Динара Магомедовна, мы видим, что сегодня в Карачаево-Черкесии с каждым годом растет число многодетных семей. Рождается по два, по три и более ребенка. Но, тем не менее, некоторые молодые девушки, выйдя замуж, не спешат рожать детей. У них там некоторые причины, они боятся, может быть, что не выдержат, даже финансовая нагрузка. Скажите, пожалуйста, давайте мы напомним именно таким молодым мамочкам, как сегодня государство защищает институт материнства. Какие программы работают? Очень важный вопрос и нужный в преддверии такого замечательного дня, посвященного самому дорогому, что есть на свете, мамам. И, безусловно, государство уделяет огромное значение институту материнства. И мы это наблюдаем из года в год. Совершенствуются меры социальной поддержки семьям. Надо отметить, что в этом году у нас объединили с 1 января 2023 года объединили ряд выплат для беременных и семей с детьми. Что, на мой взгляд, очень удобно для мамочек. И это достаточно серьезная государственная поддержка, которая позволяет увереннее создавать семью. Эта выплата позволяет беременным женщинам, ставшим на учет до 12 недель, получать выплаты. И женщинам с детьми до 17 лет. Назначается она в случае, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. И может составить 50, 75 или 100 процентов в зависимости от доходов семьи. Это существенное подспорье для каждой семьи, в этом нуждающейся. Кроме того, важно отметить, что с февраля 2023 года проиндексирован материнский капитал на рождение первого и второго ребенка. Это очень хорошо. На 11 процентов это достаточно большой процент и хорошее подспорье для семей. Скажите, Динара Магомедовна, а многодетным семьям как помогает государство? Что для них, какие льготы предусмотрены? Женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, присваивается звание «Мать-героиня». И это звание позволяет им получить выплату в размере 1 миллион рублей единовременно. Кроме того, награждают орденом «Родительская слава» семьи, в которых рождено 7 и более детей. Награда позволяет получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. А семьи, имеющие 4 и более детей, награждаются медалью «Родительская слава», и для них предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей. И кроме того, как мы знаем, вот многодетные матери, они, у них дети получают вот кучу льгот, да? Бесплатное питание в школе дети получают, бесплатный проезд. Если трое детей, они могут ходить бесплатно, например, посещать какой-то кинотеатр. Ну, не кинотеатр, а выставку. В общем, очень много льгот, поэтому мне кажется, что женщинам не нужно бояться. Сегодня государство как никогда поддерживает, правильно, институт материнства. И кроме того, мы знаем, что есть у нас и в Карачаево-Черкесии свои региональные меры поддержки. В нашей республике наряду с государственными мерами социальной поддержки разработан целый комплекс мер, направленных на поддержание семей, в том числе многодетных. Так, на сегодняшний день в регионе выплачивается единовременная денежная выплата на рождение второго ребенка в размере 25 тысяч рублей, на рождение третьего ребенка в размере 35 тысяч рублей, на рождение четырех и более деток в размере 105 тысяч рублей. Нужно отметить, что уже на сегодняшний день в первом чтении рассмотрен, принят законопроект, в котором выплата на третьего ребенка увеличена от 35 до 50 тысяч рублей, а на четвертого и более деток до 150 тысяч рублей. В ближайшее время будет уже принят закон и распространяются правоотношения, его установленные с 1 октября текущего года. Понятно. Динара Магомедовна, буквально несколько дней назад вышел указ президента России Владимира Путина о том, что 2024 год будет годом семьи. И я думаю, все меры государственной поддержки, которые существуют, они получат дальнейшее развитие. И если семья ставится в центр внимания государства, наверняка будет какая-то и другая дополнительная помощь нашим мамочкам, нашим семьям. Правильно? Совершенно верно. Уже сегодня мы получили поручение в целях дальнейшей поддержки многодетных семей с 2024 года осуществлять компенсацию в размере 50% от стоимости обучения деток, получающихся образование в среднепрофессиональных образовательных организациях. Уже в 2024 году первые семьи получат эти выплаты. Важно отметить, что по поручению главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова в регионе установлена единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей семьям военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, у которых в период пребывания в зоне специальной военной операции рождены детки. Ну, я думаю, теперь самое время поздравить наших мамочек с наступающим праздником. Да, самое время. Всегда приятно поздравлять маму. Когда это 8 марта, будь то Новый год, неважно. Самый дорогой человек на земле – это мама. Поэтому я желаю всем мамам быть самыми здоровыми, самыми красивыми и счастливыми. Я желаю, чтобы дети всех мам росли на радость им, на радость семьям, на радость нашей республике. И не омрачали своих родных, любимых, самых дорогих мам. И отдельное спасибо хочется сказать тем мамам, которые вырастили достойных сыновей, которые сегодня выполняют важнейшую государственную задачу. И благодаря им у нас светло, тепло, уютно. Очень ждем всех живыми, здоровыми. И вот пусть слезы радости будут на глазах этих мам только потому, что их дети вернулись героями, живыми, здоровыми. И счастья всем семьям Карачаево-Черкесской республики. Всем мамам мира, добра и благополучия. Спасибо, Динара Магомедовна, за такие теплые слова. Спасибо. Я тоже желаю всем нашим мамам, всем нашим дорогим мамочкам мира, здоровья, душевного спокойствия, чтобы ваши дети всегда были рядом, всегда были рядом с вами и были надежной опорой. Я передаю слово нашим зрителям. Мамулины руки всем дарят тепло. В ее груди огромное сердце, хранит оно нежность, любовь и добро. Для всех ее деток хватает мне места. Пусть мамы большое великое счастье, и пусть иногда удается не все. Дочурка упряма, сынишка проказник, но мама всех любит, простит и поймет. Пусть мамочки все никогда не болеют, и счастливы будут, пускай карточат. Душой и сердцем они не стареют. Мои поздравления с Днем Матери вас. Всех мамам сегодня поздравляемся и колеблым этим днем. Детей послушных вам желаем добра и счастья, полный дом. В семье всегда царит пуст, радость, в душе, конечно же, покой. Мечты, чтоб ваш не исполнялся, и легкая жизнь в водопой. Мама, мамочка родная, я тебя любью. В этот день я поздравляю мамочку свою. И хочу, чтоб ты одна радостная была, чтоб желатая снесная, как весна цвела. Мама, любимая мамочка, позволь пару слов мне сказать. Добрых слов, ласковых парочку, чтоб благодарность мою описать. С тобой не страшен ни холод, ни голод. Ты самая лучшая защита, мне будешь всегда. Ты самая добрая мама на свете, я знаю. Ты самая добрая мама моя. Спасибо тебе, ты моя дорогая. Спасибо тебе в этот праздничный день. День Матери все же весь мир отмечает. Спасибо, любимая мама, тебе. Ничего милее нет, маминая улыбка. Словно вспыхнет солнце свет, мрак возлеет зыбка. Словно хвостиком блеснет золотая рыбка. Сердце лазовь примесет мамина улыбка. С днем Мати! В этот день хочу поздравить свою мамочку с мою единственную, мою бесценную, с этим праздником. Спасибо, что ты есть. Спасибо за помощь, за твою поддержку. Я очень тебя люблю и ценю то, что ты для меня делаешь. Спасибо тебе огромное. Дорогая мамочка, желаю тебе самого наилучшего, что в День Матери все твои желания сбылись, что ты была сама счастливой. Дорогая мамочка, хочу поздравить тебя с Днем Матери. Спасибо тебе большое за все, что ты делала для меня, за то, что воспитала меня. Желаю тебе, чтобы ты оставалась такой же красивой, умной, доброй и смелой. Дорогая мамочка, я поздравляю тебя, и чтобы у тебя было все хорошо, и ты жила долго и счастливо. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе самого лучшего и хорошего. Дорогая мамочка, я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты жила долго и счастливо на свете, и я тебя очень сильно люблю. Любимая мама, желаю тебе здоровья, счастья и с Днем Мам. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с праздником, с Днем Мамы. Я желаю тебе, чтобы у тебя было все хорошо, и у тебя не было никаких обид ни на какого человека. Желаю тебе счастья и счастливой жизни. Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем Матери. Желаю тебе всего самого наилучшего. Такой матери, как ты, больше ни у кого нет. Я тебя очень сильно люблю. С Днем Матери. Мама, здравствуй. Я тебя поздравляю. С Днем Рождения. День Матери. Первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает ночью бессонною, мама потихоньку сплакнет. Как там дочка, как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Мама, землю и солнце. Мама, землю и солнце. Жизнь подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг В доме вашем горе беда. Мама, самый лучший, надежный друг Будет с вами рядом всегда. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Мама, мама, землю и солнце. Жизнь подарила мне и тебе. Так бывает, станешь взрослее ты И как птица ввысь улетишь. Кем бы ни был, знай, что для мамы ты Как и прежде, милый малыш. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok